Мы уже запрограммированы воспринимать мир вот так. И мы этого не осознаем. Человеческая цивилизация должна выйти на новый уровень. То есть, ему предназначение – служить сферой разума. Самое главное в йоге – именно свобода сознания. Управление своим сознанием. Нейронные связи, которые создают. Какой же язык должен быть для общения с Богом? С Богом Вселенной? Ну вот, примерно так. Прократко я ответил на вопрос определения сознания, которое есть в системе йога ЛАМ. Сейчас многие занимаются вопросами сознания, но при этом нет единого общего определения, что такое сознание. И говоря это слово, каждый подразумевает что-то свое. В психологии, в системах саморазвития, в том числе йоги, мы часто слышим о работе сознания, трансформации сознания. Но не всегда есть ясность, что под этим имеется в виду и что такое сознание. Что трансформирует главное. Да, что трансформирует. На каком понимании и на каком определении сознания, я знаю, что оно у тебя есть, базируются методы, которые ты применяешь, и в целом система йога ЛАМ. Действительно, много определений присутствует, которые иногда противоречат друг другу. И в разные периоды, эпохи развития мысли, философской мысли, просто осмысления людей в своей жизни, возникали разные определения и разные понимания сознания. От функций каких-то до таких каких-то божественных, религиозных аспектов, которые включали в себя сознание. Но мы все-таки в нашей школе опираемся больше на науку. И понимаем, что йога – это наука, прежде всего, о человеке. И главным, что находится в развитии и что может развиваться – это сознание. Для этого нужно, конечно, дать определение. И опять же, определение должно быть научным. И здесь вот в нашем направлении йоги как раз, опять же, присутствует научный способ. Вот то, что мы много опираемся на физику, прежде всего, на открытие физики. Вот тот ученый, который для нас является таким, как Патанджели классический, его второй – это такой не йога-физик Илья Львович Герлоин, который предложил в 40-х годах, сидя в окопах, в артиллерийских войсках, он был, по-моему, капитаном артиллерии. И вот он в этих окопах сочинял парадигмы уже неспособных развивающихся систем. Вот на базе этой парадигмы возникла целая физика, целое направление физики. И там еще много-много чего будет, наверное, пока просто это не очень еще, видимо, доросли до этих пониманий нашей цивилизации, но за это будущее, не так видится. А как это приложить к сознанию? Когда мы с Илья Львовичем общались, он говорил, что очень важна универсальность вот этой его открытой парадигмы, потому что ее можно применять к любой сфере. И когда мы стали общаться с ним на тему йоги, философии йоги, оказалось, что очень близкое понимание каких-то… Если перевести с санскрита или понимание какого-то такого философского языка на более конкретный язык физический, то там оказывается, что очень много, так сказать, совпадений, причем очень сильных совпадений, хороших совпадений. И вот понимание, которое заложено вот в этом… в этой парадигме, что Вселенная, прежде всего, она устроена как единая. Как он называл этого, единое – это то, что понимается в философиях индийских, восточных философиях. А в физике это всеобъемлющее пространство, которое расслоеное, то есть оно имеет слои, и каждый слой, он имеет свое строение, свое время, даже существование, очень много чего своего. И вот эти вот слои, они между собой не смешиваются, но с другой стороны они имеют между собой связь. И вот эта связь осуществляется по особым информационным каналам. Расслоенное пространство, по нему как раз развернуто все творения, что самое интересное, чтобы системы, которые породили, вот Вселенная порождает свои творения, да, и вот они настолько между собой все взаимосвязаны, что они представлены во всех слоях. Вот это пространственный метаморфоз, который Илья Львович, в общем-то, изложил достаточно четко и достаточно понятно. Ну, на микрочастицах, которые он физик, физика, вот в этих вот мелких частичках, которые на этом микромире. И вот понимание того, что система, для того, чтобы быть полноценной, чтобы она была вот в резонансе с законом, по которому развивается большая система, он должен, вот эта система маленькая, да, порождение ее, должна получать от нее сигналы, обязательно все сигналы. И вот эти вот сигналы, они для этого специально есть устройство, которое принимает эти сигналы, их разворачивает и расшифровывает, и создает как раз вот другие органы, которые существуют в системе, выполняют вот то, что необходимо. И вот если рассматривать систему человека, то она также, как по образу и подобию, создана большой системой. В ней есть вот эта вот многомерность, то есть много-много уровней, которые выполняют свою функцию. Под каждую функцию есть своя структура, орган действия, который должен действовать. Это как бы то, что мы больше всего видим. Вот я руками тут помахиваю, языком тут чего-то ворочаю. И так далее. Это орган действия. То есть я работаю, но этим это не само по себе живет, это управляется чем-то другим. Вот чем оно управляется? Оно, во-первых, требует энергии для того, чтобы что-то делать. Поэтому есть специальная структура, которая отвечает за энергообеспечение. Есть специальная структура, которая отвечает за информационные сигналы, которые как раз необходимы для выживания той же самой системы, чтобы она осуществляла правильное восприятие действительности, коммуникацию с миром и правильные реакции на нее. То есть отвечала правильно, чтобы она могла жить и выживать. Но есть еще как раз более глубокие и тонкие структуры, которые как раз и привязывают нас к вот этой вселенской системе. Вот то, что в индийской йоге – это ананда-маякуша. То есть как раз вот это центр, некая точка входа во Вселенную, через которую осуществляется вот эта связь. И вот этот сигнал, который входит в систему, он является главным управляющим. Но мы привыкли к тому, что мы разговариваем только словами и формируем образы, понятия, для которых специально есть коробочка, которая расшифровывает, которая вот это все осознает, так называемое. Расшифровка понятийного аппарата, который сначала мы воспринимаем, потом это зашифровывается, расшифровывается в этой коробочке в виде смыслов, понятий, а потом уже мы выдаем, пытаемся их как-то осознать и совершить какие-то действия. Соответствующие или несоответствующие они могут быть, как правильные или неправильные. Насколько это будет расценено, как правило, выжил или не выжил, съели тебя или не съели, или сам ты там что-то получил и так далее. Это вот простой примитивный уровень оценки, правильности для обычного человека. Хотя это не совсем правильно. Так вот, вот этот сигнал, который входит в центр человеческой Вселенной, то есть, каждой нашей системы, он наиболее, если он правильный, если он нескаженный, и ему ничего не мешает войти в систему, он разворачивается на определенном устройстве, которое мы называем это экран, экран восприятия сознания. То есть, он воспринимает всю актуальную информацию, и экран может быть занят чем-то, одним. Если какая-то среда, которая информационная, сейчас заполнила этот экран, и она стала актуальной для того, чтобы экран осветился, вот этим заполнился, и вот мы в это верим. Это становится нашей реальностью. То есть, мы живем в той реальностью, которая разворачивается на экране. Если мы сумеем осознать, что существуют другие возможности проявления информации на этом экране, и не будем сильно привязываться к этому изображению, вот к тому, что там сейчас спроецируется и становится для нас реальностью, которая побуждает нас к действиям, дает энергию на эти действия, и так далее. А вдруг мы понимаем, что существуют еще другие способы, через которые мы можем получать информацию, и насколько вот эта информация, которая сейчас на нашем экране, она актуальна и соответствует очень таким важным критериям – истине. То есть, действительности. Действительность – это то, что мы сейчас воспроизводим, во что мы верим, и что мы действуем таким образом из этой веры. Насколько это является действительностью. То есть, то, что есть на самом деле. То, что соответствует тем большим сигналам из большой системы. То есть, важным сигналам из большой системы. Критерий для маленькой системы всегда нечто большее. Вот в чем она живет. Поэтому для нас важно не то, что мы там себе придумаем и то, что мы там пытаемся организовать маленький свой собственный мирок реальности, а вот насколько этот маленький наш мирок реальности, он соотносится с большим миром. И вот это соответствие очень важно. Тогда система, которую мы себе представляем, она будет жизнеспособна. То есть она будет получать правильные сигналы, она будет получать ресурсы необходимые. То есть выражается это в чем? В энергии радости, блаженства, счастья. Вот это как раз когда есть действительность, которая входит в нас, мы получаем вот этот центральный канал связи со Вселенной, мы получаем состояние блаженства. Почему индусы назвали это оболочкой или как бы блаженством Ананда Майя Коша? Потому что если мы соединяемся с истинными сигналами, то есть большой Вселенной, мы получаем от нее вот эту связь, то мы реально переживаем эту истину как блаженство. Потому что истина и содержит в себе этот радость, счастье и блаженство. И мы к нему все время стремимся. Вот только появляются срогаты в личности, которые думают, что там личность это власть, личность, в смысле это вот радость, счастье, это когда много денег, там еще чего-то, удовольствие, ресурсов и так далее. А на самом деле что-то не так. Так вот, мы способны, если понимать, что сигналы, которые создают на экране реальность нашу, которые неправильные, она закрывает от нас правильные сигналы, то каким-то образом в человека может войти это понимание и знание, что есть другие сигналы, которые можно управлять. То есть, то, что мы в себя впускаем, информационную среду, это есть то самое сознание. И я немножко далеко ушел, но я сейчас к этому возвращаюсь, к определению сознания. Потому что это как раз и определяет содержимое сознание. Вот где находится содержимое сознания. Вот информационная среда, она может быть правильно отражающая действительность, а может быть неправильно отражающая действительность. То есть, соответствует ли она этим сигналам и истине, тогда мы получаем счастье, блаженство, целостность, полноту. То есть, то, к чему мы стремимся. Все люди интуитивно, всяко разно, мы к этому стремимся. Мы как бы рождены для счастья. Но почему-то не выбираем несчастье. Ограниченность, конфликт, страдания и прочее. Здесь получается так, что мы как-то разворачиваем внутри себя вот эту информационную среду и начинаем ее осмыслять, осознавать. Что, в принципе, есть разные варианты и возможности, которые на этом экране могут просыпаться, пробуждаться. Но формы разные. То, на чем построено наше понимание, вот этого структурности. Я начал с Герловина, то, что есть слои. Так вот, каждый слой, он имеет свой уровень сознания. То есть, структуру, которая отвечает за информационное обеспечение вот этого слоя. То есть, это то, что развернуто в конкретном слое. И это является уровнем сознания этого слоя. Слои. Их множество. Да, множество. И они все имеют более грубые и тонкие частоты в зависимости, по сравнению друг с другом. И вот, скажем, условно, в буддизме есть или в других религиях везде есть присутствие такого расслоения. Хотя бы там, скажем, мир ангельский, божественный, духовный. Или там, скажем, человеческий. Или там низший ад какой-то, в котором живут духи какие-то голодные и так далее. То есть, вот есть боги, полубоги, там разные космогонии. Есть мир духов человека, есть мир духов природных, есть божественный план, который там ангелы и высшие духи живут. И так далее. Много-много разных концепций, разных представлений, которые, в общем-то, это просматривают. Что существуют разные миры, разные слои реальности, в которых что-то живет. Мы живем в своем уровне человеческом. И вот этот уровень человеческий, он обусловлен определенным образом, восприятием той реальности, именно реальности, которую выстраивает человек. И вот на другом этаже, да, вот и человеческое содержимое сознания, оно соответствует вот этому слою, по которому мы живем. Там есть еще подслои различные, потому что есть люди тоже разные, есть люди уровня животного, есть уровни чуть-чуть, так сказать, более человечные, доходящие до каких-то высот. В том числе есть уровень йога, то есть, йога, который человек, который познает, который как раз начинает управлять вот этим своим человеческим сознанием, чтобы выйти за пределы его. То есть, обрести более тонкие формы существования в других измерениях. Это возможно, делается как раз вот с помощью технологии йоги. Почему йога, вот в том ее понимании смысле, которое мы закладываем, это начальная точка управления. Как мы управляем своей системой в плане именно информационном. То есть, как мы работаем с информацией, которая мы заполнены. И вот заполнены содержимым сознания, которое является нашим сознанием, индивидуальным сознанием. Ну, там делят сознание некоторые психологи на сознание, подсознание и сверхсознание. В нашем понимании есть вот эти этажи, этажерка, если представить этажерку, которая развернута во всех информационных слоях Вселенной. С разными ее задачами, разными функциями. Но они между собой все взаимосвязаны. И, соответственно, разные по тонкости вот этих вот задач, которые ставятся в этом слое тех существ, тех систем, тех порождений, которые живут в конкретном вот в этом слое. И вот если мы начинаем развиваться, понимая, что мы осваиваем уровень своего ареала, своих возможностей, того информационного заполнения, которое присутствует в нашей жизни, в нашей системе, как мы родились человеками. Мы родились человеками, и вот мы осваиваем мир человеков со всеми ее мировой глупости, мировой радости, мировой там еще чего-то, чего-то. Но то, что проходит именно через призму человеческого вот этого экрана, который воспроизводит на этом экране, который, собственно говоря, может отражать все, что угодно. Не только это, но мы запускаем программу, которая только это дает нам такую картинку. И вот знание, которое дает система йоги, это возможность вот того, в данном случае, грубого уровня сознания, с которым человек приходит в эту жизнь, он его заполняет, он может быть более, так сказать, успешен во многих областях социальной жизни, например. То есть, человек научился так лавировать среди людей, чтобы хитрить, обманывать, быть каким-то образом манипулятором для других людей, чтобы получать для себя какую-то пользу. И вот там за самые верхи выходят власти, богатства и так далее. Но является ли это целью жизни человека, целью его развития, развития сознания? То есть, вот тут вопрос такой тоже очень важный, но он отвечает как раз о целях развития сознания и как содержимого сознания. То есть, осознавая то наполнение, с которым мы живем, это личности, наполнение информацией, которую мы приобрели в виде опыта, в виде той среды, в которой мы находимся, это особое изучение, которое как раз помогает нам понять, как работает йога. То есть, как система соединения с информационной средой и формирующая наше сознание. То есть, вот это базовое сознание, с которым мы начинаем жить, оно не совсем то, которым мы сейчас живем. Потому что мы живем сначала с чувствами. То есть, вот эта способность воспринимать мир, когда мы еще не знаем языка, мы не знаем понятия, никаких смыслов у нас нет. Мы просто рождаемся, и у нас включается особое устройство, которое начинает собирать информацию, сканируя окружающий мир через органы чувств, и не только через органы чувств, которые более тонкие, и структуры, которые все воспринимают, эмоции воспринимают, энергию, информацию, и развертывают их в совсем другом виде. Вот на том самом экране. То есть, ни в понятиях, ни в идеях, ни в каких-то там образах, словах. А мы просто это знаем. Вот эта вот интуиция. Интуитивная. Она построена на чувствах. На чувственно-интуитивной форме развертки информации вот на этом самом внутреннем экране. И мы воспринимаем эту жизнь именно таким образом. Мы ее чувствуем. Это ощущение. Это тот универсальный язык, который присутствует во Вселенной. И он связывает нас со всеми другими системами, на самом деле. Которое, как универсальное порождение, вот Вселенское, мы можем его воспринимать. То есть, ощущение. Потом появляется возможность обучения нам, на нас, то есть, той форме языковой, языком, который на этой территории, где мы родились, существует. Это некий традиционный язык, некая культура, религия. Все, что наработано было вот этим социальным слоем, он начинает в нас через эти слова загружаться. То есть, базу данных мы загружаем в нашу личность, того накопленного опыта, который формирует нашу личность. Мы называем это эго-модуль, то есть, вот некое что-то, что дает нам возможность правильно сориентироваться на основе того опыта, который был у наших предков. Они через язык формируют эти понятия, эти знания, которые в таком жестком, конкретном виде, и слов, понятий передаются нам вместе с языком. Родителями, потом дальше окружающими, через воспитание, через образование. И мы получаем так называемые знания. Эти знания очень относительны, потому что они существуют на той территории, возникшей в отношениях этих людей с пространством, которым они находились. То есть, с природными условиями и социальными условиями, исторические, которые также присутствуют в разных континентах, в разных странах и так далее, климатических зонах. И вот это определяет фактически ограниченность человеческой личности, потому что закладка языковая, понятийная, она разворачивается на том самом экране. Мы в нее верим. Настолько это устройство существует в человеке, что оно сканирует наша психика, или то, что называется еще душа. Душа – это психия, это душа, переводится на греческий, или с греческого душа. Вот это психическая структура, которая именно создает вот эту связь с объектами, которые мы встречаемся, с информационными объектами. То есть, мы постигаем через органы чувств, то, что мы воспринимаем в окружающем мире, мы это формируем в виде как раз какого-то описания, которое складывается в память. И эта память, там дальше есть оценки нашей личности, нравится нам это, не нравится, хорошо ли это, плохо, люблю я это, не люблю, полезно, не полезно, опасно, не опасно. И вот это является как раз закладкой, которая определяет наше отношение к миру. То есть, восприятие этого программного информационного, программ, через который разворачивается информационная среда окружающая, да, она создает отношение к этим объектам, к процессам, которые проходят. И мы формируем дальше действия из этого. И вот в зависимости от того, насколько вот это будет с размерным, что ли, адекватным или достоверно отражающим действительное, мы будем совершать более правильные поступки. То есть, которые будут формировать вот эту причинно-следственную цепочку. Ничего тут, никуда не денешься от этих вот законов, которые существуют. То есть, мы порождаем какие-то действия, порождают следствие. Эти следствия являются причиной следующего, следующего, следующего обстоятельства. Мы как бы подталкиваем себя в ту область, которую мы породили своими действиями. Это знали и как древние люди, так и современные люди. Это понимают, что даже наблюдая за какими-то процессами в своей жизни, мы видим, как вот это разворачивается причинно-следственный закон существования. И мы попадаем в определенную жизнь, в обстоятельства, которые ограничены теми нашими действиями, нашими отношениями и нашими восприятиями. Соответствуют ли они действительности или не соответствуют? Дают ли они нам счастье? Дают ли они нам блаженство? Вот это критерии, на которых, собственно говоря, начинают люди мудрые, умные задумываться. На самом деле, то, что я воспринимаю, как я разворачиваю внутреннюю картину мира, насколько она соответствует истине. И почему я тогда страдаю, если это не соответствует? Или я думаю, что соответствует. Это правильно. Я страдаю от этого. Скорее всего, значит, неправильно что-то. И вот тогда начинается поиск. Поиск в сторону. А как правильно воспринимать? Вот как на этом экране должны какие-то другие, возможно, сигналы-то поступать? Их нужно разворачивать. Но мы уже привыкли к тому, что мы только пользуемся словами. Мы пользуемся уже 20 через часа в сутки. Мы только размышляем. Мы анализируем. Внутри себя идут постоянные диалоги. Мелькают картинки. Мы еще это подгружаем другими какими-то взаимодействиями с устройствами всевозможными, современными. Общениями с людьми, телевизорами и так далее. И вот это все вращается в том самом пространстве, которое на этом экране постоянно возникает. И, соответственно, мы находимся в ловушке. В ловушке того, что действительность, которая нас окружает, мы в нее не попадаем. Потому что мы находимся в некой реальности, которую мы создаем. То есть, некой относительной действительности, так называемой. И просто реальности, которую мы создаем вот этими своими описаниями, своими понятиями, которые выстраивают внутренний такой видеоряд с отношениями, с восприятием, с образом. Мы уже запрограммированы воспринимать мир вот так. И мы этого не осознаем. Вот начало пути как раз управления сознанием начинается с того, что я начинаю подозревать, что существует совсем другое пространство, другие слои. И вот с этим моим пониманием, которое есть, я туда в эти слои попасть не могу. Потому что слишком они грубые, толстые. То есть, они туда не пролезают. И вот тогда, значит, возникает вопрос, а как же, где найти вот тот способ, который… Какой же язык должен быть для общения с Богом, с Богом Вселенной, с другими населяющими его существами. И как я могу понимать? А вот тогда да. Тогда мудрые люди и в Индии, и в других странах, в других частях света, они к этому пришли. То есть, они создали это как раз пониманием или исследованием. Увидели, что есть тот самый язык, которым мы изначально были наделены. То есть, языком общения со Вселенной, с Богом. Это чувственно-интуитивный язык. То есть, тот, который позволяет понимать, разворачивая другую вот эту вот картинку. Не языковую, понятийную, а чувственную, интуитивную. То есть, сразу реализуется знание на экране. Но для этого другой механизм используется. А мы уже подавили его, потому что нас, вот там в течение года нашей жизни, нас научили говорить мама, папа, а дальше пошло и поехало. И дальше мы уже только говорим и загружаем себя понятиями, которые относятся к этому слою, то есть, к матрице человеческой жизни. Мы ее формируем. И постепенно мы отделяемся от того вселенского языка и той жизни во Вселенной, которой мы могли бы участвовать. И вот как раз система йоги, как высшей форме ее понимания, она заключается именно в этом. В том, чтобы научиться управлять своим сознанием, содержимым. Чтобы, во-первых, переключать механизмы на более адекватно отражающие действительные. То есть, чтобы на экране возникало не то, что мы привыкли. И вот постоянно это вращение, как колеса одного и того же, ну, там просто мешаются какие-то картинки, как в калейдоскопе. Загруженность одна и та же, этих осколочков, там, стекляшек цветных. Но они вот поворачивают чуть-чуть, он меняется картинкой. Другая, как бы, кажется, что другой образ. А все то же самое. Те же самые просто наборы в зеркалах отражают разные узоры. И вот мы все время эти узоры рассматриваем. И вот, собственно говоря, что нужно сделать? Остановить эти узоры. Для того, чтобы возникло на этом экране нечто другое. Значит, другое, когда оно возникает, оно как раз включает вот тот самый чувственный, интуитивный механизм. Который разворачивает нас уже не в образах, не в словах. И это нам непривычно, это пугающе для многих. Потому что, как если я не буду мыслить, как это я не буду размышлять, не буду картинки это видеть. Но я буду видеть что-то другое. И вот в этом как раз построена система йоги. Вот эти мудрецы, которые это открыли, они предложили систему. А как же это сделать, чтобы научиться управлять содержимым своего сознания? Как отключать его, переключаться на другой режим, на другой, так сказать, режим восприятия действительности. И учиться опять возвращать в себе эту чувствительность, интуитивность, чтобы взаимодействовать с миром вот так, как должно быть. Уже на других, на тонких уровнях. А этому мешает что? Мешает вот та самая грубая форма сознания, которая у нас уже сформировалась. И вот то, чем сталкивается человек, который встал на путь вот этого преображения, трансформации сознания, он начинает взаимодействовать с содержимым своего грубого уровня сознания. То есть, личностью. Пересматривая, перебирая ее, где она не соответствует, эти программы не соответствуют тому, что, в общем-то, должно соответствовать. Соответствовать всемирному, мировому, божественному и так далее, как вы хотите, называйте. Вот что нужно для этого сделать? Ну, нужно получать опыт. То есть, с чем же сравнивать? Нужно анализировать. Ну, не совсем как в привычной форме анализировать. А вот есть такое слово больше «различать». То есть, различать, где на экране сейчас возникает привычная модель, которая все пользуются, словесно-образная. Либо это чувственно-интуитивная форма. Но для этого чувственно-интуитивной формы нужно опять восстановить в себе специальными тренировками, специальными практиками. Поэтому в йоге очень много способов разработано, как вернуть в себе эту чувствительность. Челесную чувствительность, энергетическую, ментальную чувствительность, тонкую чувствительность. Только таким образом мы можем уже ощущать, что с помощью этого развития мы начинаем заполнять свой внутренний экран. Но тогда мы должны отключать один и переключаться на другой. Если мы включаем сейчас только лишь мозговую какую-то деятельность, которая включает в себя вращение нейронной связи, которую создают наши желания, наши какие-то представления, наши хотелки. Или из памяти что-то мы вытаскиваем постоянно. Вот то, что называется читаврития. То есть, на экране сознания, читаврития, возникает вот это вритие. То есть, постоянное вращение каких-то тех механизмов, в основном, по-танжеле пять механизмов выделяет, которые как раз постоянно вращаются на этом экране. Мы с ним соединяемся и получаем как раз вот эту веру, вот в эту реальность, которая ткется с помощью вот этих вот моделей, описаний, идей, понятий. Вот это все то, чем заполнено наше содержимое сознания. И оно не является абсолютным. Оно является относительным. Оно может действовать в определенных условиях вполне нормально и правильно. Но в других условиях она уже не работает. И человек, попадая в совершенно иные обстоятельства, используя неправильные инструменты взаимодействия, он, в общем-то, вышибается, выпадает из этой действительности и, в общем-то, погибает, как правило. Либо он адаптируется, учится адаптироваться, либо он погибает. Ну, таким образом, вот это понимание, что сознание является прежде всего этажеркой, на которой развернуты содержимые разные. И человек способен, имея вот ту базовую личность, к которой преобразуя ее, преобразуя, то есть, чтобы она не мешала вхождению информационных сигналов, то есть, информационных сигналов, которые идут через вот этот центр сознания, через портал связи со Вселенной, его нужно как бы преобразовывать, утоньшать. Утоньшать, меняя программы, которые не соответствуют, которые делают грубым восприятие, которые перекрывают, а потому что они используют механизм, который больше находится на понятийном, словесном, описательном уровне. Поэтому мы его должны каким-то образом учиться отключать, когда нам нужно принимать сигналы из Вселенной. Это будет чувственно-интуитивный сигнал. Они будут входить, и тогда, потом, когда они вошли, и мы их смогли развернуть, опять же, используя этот механизм, который у нас работает, мы научились им пользоваться, чувственно-интуитивный. И после этого начинают развертываться, ну, скажем так, и понятийные какие-то структуры, чтобы передать, создать коммуникацию для передачи другим людям, оформить это, может быть, какие-то другие способы передачи. Потому что так вот сели, закрыли глазки, или там не закрыли, а просто включили интуитивный, чувственный поток, и все. Он просто разворачивает знания, и все. То есть, мы его можем, возможно, мы можем ее как-то транслировать. Ну, это вот такой высший, видимо, пилотаж, как бы ситхи, которые уже открывают нам возможность, например, транслировать не слова, не понятия, а чувства, знания. Вот ты настроишься на это, и ты получаешь пакет информации, которая открывается и распаковывается, как знания, как то, что нужна необходимость твоего участия в миропорядке. Как бы люди большей части сейчас современной потеряны, потому что они потеряли связь вот с этой центральной осью, которая настраивает их, а контенна, на жизнь во Вселенной. И создает какой-то внутренний порядок человека, да, в чем понимает, что он находится в определенном месте для того-то, для того-то. И выполняет эту определенную миссию и работу. Почему людям легче всего уйти в какую-то секту, в религию, где там все четко им джу-джу-джу-джу сказали, а не понимаешь, что это манипуляции. Как правило, это манипуляция этими людьми, тех людей, которые, используя вот эти словеснообразные идейные конструкции, человека загружают в них и дальше управляют им. В общем, как бы используется его энергия, его физическая даже, как бы, составляющая. Пошел, сделал то, построил это, перенес отсюда туда и так далее. То есть, это является, как бы, такой формой мотивации людей, чтобы они как-то чем-то были заняты. Вот, заняты. И раз они не могут себя сами организовать, тогда их организуют другие. Поэтому это неплохо, нехорошо. Просто, если вы это не осознали и нашли себе определенную нишу, стали принадлежностью к какой-то идее, идеологии, то, ну, вот вы в нее встроились и живете себе. Счастливо, несчастливо. Ну, вот, как вас устраивает, это значит устраивает. А вот состояние йоги, то, кого это не устраивает. Они хотят найти общее, высшее состояние истины, блаженство, которое дает это понимание действительности своего реального места во Вселенной. То есть, когда вы начинаете понимать, что, правда, эта Вселенская миссия, она может быть заключена в конкретной социальной какой-то роли даже. Это профессия и так далее. Это не мешает. Это не значит, что нужно уходить в пещеры, куда-то там растворяться в мирах и так далее. То есть, именно нахождение своего места, которое определяется рождением. То есть, я родился, как говорится, пригодился. И каким образом я пригодился? И вот это, когда понимание миссии, то есть, своего предназначения, не только в социальном плане, а именно в Вселенском плане. То есть, когда вы соединены, вы находитесь на этой связи с Вселенными, Вселенскими сигналами, Вселенским кодом развития. И он определяет очень все. Очень все определяет, на самом деле. Вот это понимание того, что вы находитесь в целостности самим собой. Для этого как раз и все технологии йоги построены. Начиная с физических упражнений, дыхательных упражнений. То есть, приводя в соответствие содержимое информационное сознание каждого носителя. То есть, мы называем матрешками, болочки, так называемые, то, что в йоге называются. Это физический уровень, психофизический организм. Как орган действия мы его организуем, приводим его в порядок. То есть, учимся контролировать, управлять этим процессом. Если мы на этом застреваем, мы тогда делаем себя эгоистами, асанами, асанолюбителями и так далее. То есть, для нас асана наше все. А это как бы лишь маленькая-маленькая часть начальной, которая как раз развивает сознание. От сознания тела мы переходим к сознанию дальше энергетических структур. Управляем ими. То есть, очищаем, осознаем, управляем. Дальше переходим на следующий ментальный уровень. То есть, как бы управляем уже механизмами. Вот тут появляется как раз необходимость включения психических инструментов, которые включают внимание, волю и веру, которые мы управляем для того, чтобы переключать эти ментальные механизмы. Если ментальные механизмы мы управляем, то мы управляем формированием своего сознания. То есть, контролируем то, что необходимо в данный момент для нашей жизни. То есть, понимание йоги не как… Вот многие сейчас понимают йогу как систему, как религиозную систему. Тогда она создалась кем-то. Точно так же, как любая другая система идеологическая, которая выстроила определенную идеологию. И в нее загоняет людей, которые там просто делают определенные действия, ритуалы, принадлежность к себе. Сознают, что они находятся вот в этом. И, собственно говоря, тоже находятся в ограниченном существовании. То есть, называя, что они думают, что они находятся в каком-то особом отношении с миром, имея принадлежность. Надевая там какие-то одежки, выполняя определенные ритуалы, ну и так далее, так далее. Самое главное в йоге именно свобода сознания. Управление своим сознанием. То есть, формированием и нахождением в действительности. То есть, в том сознании, в содержимом сознания, которое соответствует истине. Вот это самое главное. А когда вы просто ищете принадлежности, чтобы спрятаться в нее, это не является йогой. Это не является той самой целью йоги, то есть, свободы, кайвальи, которая позволяет нам именно быть независимым от идеологического оформления. Там, с представлениями, с картинами, мирами, мирами и так далее. То есть, возможность свободно перемещаться в разных слоях сознания. То есть, вот мы всякие сказки читаем, да, индийские, другие сказки, что человек может путешествовать по этим мирам. Не каждый человек. То есть, человек, который принадлежности своей, как бы, приписал себя к определенному месту, так сказать, вот я этот, и все. И дальше я вот в этом, только этом и живу. А человек, он не свободен, он ограничен. И он просто выбирает ту судьбу, которая связана вот с таким выбором. Он существует там. А вот когда мы способны выбраться за пределы, опять же, вот это перемещение, опять же, по уровням сознания. Наше сознание личности должно быть преобразовано таким образом, чтобы мы очистили ее от того, чтобы она не заслоняла вот эти вот сигналы, которые идут от Вселенной. То есть, развивая этот язык, универсальный язык, чувственно-интуитивный язык, мы получаем связь и выход на эти уровни, на этажи. Ну, вот, скажем, высшее понимание йоги, высшие йоги, да, один из высших, у них много, да, уровней йоги. Ну, тантра, ну, его тантрическая йога, да, то есть, как бы слияние, соединение, как можно получить связь с другим сознанием. То есть, как бы считается более высоким. Там Будды, сознание, божество. Ну, есть технология, опять же, как бы соединение. Мы все являемся йогами, на самом деле, потому что способность к соединению с информационной средой заложена в нашей психике, в нашей душе. И она способна как раз через эти инструменты внимания, волю и веру формировать вот эту самую связь, которую важно куда-то ее направить, выбрать. Вот вы выбираете на определенную, скажем так, ну, если у вас есть какая-то система, которая вам предлагает, вот вам нужно соединиться с сознанием вот этого Будды или сознанием этого божества, чтобы получить его, как бы вот этот мостик вы создаете, и вы получаете соединение. Если вы не сгорите, ваше сознание должно к этому быть очищено, подготовлено, да. Если вы получаете тонкие, как раз вот эти вот вибрации, информационные среды того, на что вы настроились, оно либо вас может поработить, значит, если вы не готовы, либо вы получаете новое преобразование. То есть, вы получаете новые возможности и способности, вот как раз, которые привязаны к этим слоям других уровней сознания, да, которые вы становитесь удержателем этого, этого. Но тоже важно, чтобы вы не потеряли, то есть, можно слиться с чем-то и стать вот этим, но перестать быть чем-то другим, то есть, свободным. То есть, не стать, там, Васей Петей, да, а стать вот этим. На себя назвали каким-нибудь, там, именем другим божеством и думаете, что вы сейчас, ну, если это, многие так и делают, да, думают, что они сейчас поменялись, накачались какими-то идеями, представлениями и образами. А именно реальные тантры – это когда вы реально преобразуете свое содержимое сознания, то есть, вы соединяетесь с тем пластом, с тем уровнем сознания, вы входите через него вот в тот мир, который определяет тот или иной слой, да, и способны в нем действовать, воспринимать, отношения создавать и действовать. То есть, находясь, вот, скажем, в той же самой оболочке, в телесно-человеческой оболочке. Но при этом вы можете участвовать в совершенно других процессах. Вот, но это очень, на самом деле, это очень высокий уровень пилотажа, как раз управления своим сознанием. Когда человек способен, значит, вот таким образом перемещаться, но важно еще и отсоединяться. Потому что, скажем, если вы доктрину принимаете, что вам плохо в этом мире, в котором вы сейчас живете, и вам нужно из него убежать, как бы свалить куда-то, вот, в более высшие, там, блаженные миры и так далее. То есть, вы пытаетесь как раз все подавить в себе, вот это, то, что вы имеете, и вот слиться, соединиться вот с тем нечто, что, фактически, как бы, вас захватывает, забирает. Но это не является тем ядром, которое свободно. То есть, вы не свободны. А свобода, когда вы можете отказаться. Вот, есть в классической йоге понимание вайраги, да, то есть, непривязанности к плодам. То есть, это еще и, в нашем понимании, это особая структура, как бы, внимания, которая разрывает связь. Она должна работать в паре с той составляющей, которая различает, или в вевека, и в айраги. Вот, вы различаете то, что вы попали в зависимость на вашем экране. Вдруг, вот это, ну, это особая структура, которая, в общем-то, требует очень серьезной практики развития. То есть, она, как бы, постоянно присутствует не в уме. Это некая надстройка над, которая выведена за пределы. Она не попадает в зависимость. И вот это, развитие этого наблюдателя, как бы, ну, условно говоря, с вышки стоит и смотрит на всем, что происходит. И он способен, как раз, давать команды отключить или включиться. То есть, соединиться, отсоединиться. И вот это включение и отсоединение является очень важной частью технологии йоги. Ну, вот, опять же, возвращаясь к тому, с чего мы начали, с определения сознания. Итак, сознание – это также по образу и подобию создана структура, которая развернута, как этажерка, с содержимым сознания в расслоениях вселенского пространства. И каждый слой имеет свои собственные функции, свои собственные ресурсы для этого, строения, структуры и так далее. И человеческий уровень – это грубая форма сознания, которая, причем, в каждой системе идет развертка потенциальная, как бы, в унимой области мы присутствуем во всех этих этажах. Но мы там не живем, потому что нас притягивает тот уровень, который для нас актуален в данный момент. И он заполняет все наше содержимое. Поэтому личность, которая заполнена теми информационными содержимыми, памятью, теми опытами, переживаниями, словесно-образными описаниями, преднадлежностями и так далее, все это создает вот этот вот клубок личностей с программами, по которым мы живем. И возможности есть у системы развиваться, развиваться в эволюционном плане. Но эволюционный план – вот одна из задач, которая была на конференции, которая недавно была проведена нами, «Экология сознания». Я в докладе моем был как раз именно о аносфере. То есть, как раз возможность такая у человеческого существа и цивилизации, предназначение его – это развитие информационной составляющей нашей. То есть, сознания, то есть, содержимого сознания. То есть, если мы восходим из вот этой грубой личности со всеми ее ужасами, которые во многих это присутствует, глупостями и так далее, незнанием, невежеством. То есть, если мы восходим в тонкие слои, преобразуя вот эту вот свою собственную природу, как бы уже сформированную, но это не природа наша, на самом деле, это, ну, как бы ее такая настройка, что ли, над ней, над этой природой, которая становится как опухоль отчасти. Ну, не совсем правильно, не опухоль, но она как бы становится для нас главной. То есть, мы природу свою теряем, а отождествляемся как раз вот с тем, что они есть настоящие, то есть, иллюзиями матрицы, такой матрицы. И вот как раз осознавание существования нашей природы позволяет нам войти с ней в связь и начинать преобразовывать через это знание, через знание природы, преобразовывать вот эту вот настройку, грубую форму. И тогда мы начинаем восходить. И вот это вот понимание цивилизации, а люди все как бы создают определенную такую вот сеть, как вот сейчас мы привыкли, да, пользоваться гуглами, там, интернетом. Вот, то есть, инфосфера, которая соединяет всех людей. Вот эта проницаемость этой сети, раньше были границы, закрытости и так далее. Сейчас она как бы открылась вся, и мы практически являемся участниками всей жизни на планете. Вот, всеми страданиями, которые там живет, всеми глупостями, всеми ужасами, ограничениями или радостями, любовью и так далее. Все мы вместе переживаем. Это такая мешанина, которая присутствует вот в инфосфере человечества. Если она направлена не туда, куда нужно, то есть, она не направляется в сторону развития, которое предлагает Вселенная, то цивилизация начинает загибаться. То есть, ну, это законы, опять же, вытекающие из парадигмы жизнеспособных развивающихся систем. Если система не получает сигналы, то есть, она закрывается от них, то есть, в них идет другая, как бы развивается антропия, вот эта вот отрицательная, то есть, она разрушает, как бы в хаос превращает все, потому что нет связи. Нет связи с информацией, которая правильно направляет развитие как отдельного человека, так и всей цивилизации в плане ноосферы. То есть, вот то, что было сказано в свое время Теар де Шардейн, еще один француз, не помню его как фамилия, и академик Вернадский, который развивал это понимание, что человеческая цивилизация должна выйти на новый уровень, то есть, ему предназначение служить сферой разума, сферой разума, которая включена вот в эту экологичность этой жизни во Вселенной. Ну, нам доверена планета, планета Земля. И вот человечество должно научиться правильно взаимодействовать с самим собой, между самими собой, между разными членами. И вот это благоустройство, обеспечение жизни планеты, как существа, части Вселенной. Вот эта вот экологичность сознания, необходимая для того, чтобы люди понимали не на уровне словесное понимание, а на уровне переживания. Почему йога здесь является для нас как раз главным инструментом, технологией, которая позволяет получить это переживание на том языке, о котором мы говорили. То есть, языке чувственно-интуитивном. То есть, когда эта информация, это знание входит во все структуры, во все клеточки нашего физического, и энергетического, информационного и так далее, и так далее, личности преобразуемой. То есть, мы все это начинаем переживать, как вот это знание множества и единства всего со всем. И вот из этого знания уже нет выхода другого, потому что мы не можем это знание отбросить. Потому что идея его можем отбросить. Она заменилась одну на другую. Сегодня человек верит в одно, завтра в другую. Его заполнили вот этими манипуляциями различными. И он сегодня перевербован стал, принадлежность к нему поменялась. Он стал из одного лагеря, перешел в другого. С красным, в белом стал белым, красным стал черным, зеленым стал и так далее. То есть, принадлежности, они могут меняться. И поэтому человек в течение какого-то периода времени, психологи даже эти ритмы отследили, от 5 до 7 лет человек меняет свое мировоззрение. То есть, заполнение содержимого сознания личности. То есть, как бы багаж, который он преобразует, и он становится принадлежностью к другому. Его склонность к этому. Это устаревает, ему надо новенького. И вот он новенькое заполняет, и он опять в этом живет. Но это знание, которое получается через переживание, прямой контакт, через йогу, то есть, соединение. Слово йога переводится как соединение, союз, создание связи. И вот мы получаем как раз вот это глубочайшее переживание всего. И на этом фундаменте выстраивается уже другой фундамент. Вернее, другое здание на этом фундаменте. То есть, он закладывает те правильные понятийные аппараты, создаются идеи, действия, которые будут создаваться. Они будут базироваться вот на той платформе, глубинной платформе знания единства, множества. То есть, которая переживается вот как в йоге, в самадхе, в йоге, в самадхе, главная цель йоги. Но не главное, это просто как бы фундамент, база. То есть, через вот это понимание, которое мы выстраиваем, отстраиваем, отстраивая свои структуры, входя с ними в глубокую уравновешенность и целостность, его сформируем в своей системе. Тем самым мы настраиваемся через эту целостность своей собственной системы, с вселенской системой. То есть, мы получаем вот эти вот неискаженные сигналы, которые разворачиваются в нашей системе. И, собственно говоря, человек получает это правильное знание, истинного, действительного. И таким образом он разворачивает свою жизнь вот в таком правильном ключе. И заполняет, поэтому его сознание заполняется вот соответствующими содержимыми, правильными содержимыми, соответствующие его миссии, его задачи, его место, которое он занимает, его уровню. Ну, вот примерно, наверное, так кратко я ответил на вопрос определения сознания, которое есть в системе йога-лам. То понимание, которое создалось в результате практики, больше там уже 45-летней, и изучение, исследование и как науки, так и восточных систем. Но я заведомо не использую терминологию, философию, которую сейчас все пытаются изучить, исследовать и жонглировать ей. Потому что, если вы понимаете суть, то вы просто можете это все объяснить какими-то другими понятными для себя словами. Потому что просто многие люди, которые выучивают, изучают какие-то восточные термины и знания текстов волшебных и всевозможных, они за ними не видят на самом деле того, что в них есть. Видят сами тексты. То есть, для них это иконы, через которые они не могут приступить. Потому что для них это становится как раз тем самым экраном, который нельзя проколоть, как Буратино носом, когда он сунулся. То есть, для них это иконы, которые нельзя сунуть туда нос, за пределы ее. Поэтому это отличие нашего понимания йоги, как йоги современного мира, которая возникла в России и развивается сейчас в мире. Вот, наверное, и хватит. Понятно, что людям не способны выстроить всю внутреннюю связь со всем объемом информации. Поэтому каждый будет выхватывать какой-то кусок, им кажется, что он что-то понял и начинает сразу комментировать, что-то выдавать. И вот это, опять, показывает не совсем готовность людей воспринимать информацию в объеме. То есть, это тоже навык управления сознанием. То есть, когда не выхватываете какой-то текст, кусочек, его соотносите со своим пониманием, потом выстраивается к нему отношение, и начинается либо протест, либо «Ой, я согласен, это правильно». «Ой, я не согласен, это неправильно». И так далее. То есть, это совсем как бы не так. То есть, взаимодействие с информационными потоками требует объема. То есть, не использовать как раз словесно-понятийный аппарат, который уже у каждого сформировался, свой собственный, и он у каждого ограничен в данном случае. И как и у меня также ограничен. Поэтому я просто предлагаю свою, собственно говоря, версию для размышления. Для нас это рабочий инструмент, теория такая, на которой строится практика. И вот то, что мы делаем в Йогулам, это как раз практическая составляющая, это теории, как выстроить пошагово вот этот выход на те вещи, о которых я сейчас говорил. Это не просто болтовня, это реальные технологии, которые стоят под этими всеми моими словами, то есть, по этими разъяснениями, которые я сейчас пытался выстроить. И они создают вот эти некий уровень практики, в которых осваиваются это, это, инструменты, технологии изучаются, носители, каждый психофизический, физический, энергетический, ментальный, механизм, умение переключать механизмы словесно-образно на интуитивный, на чувственно-интуитивный. То есть, создавать вот это состояние мудрости, пражное, которое формируется в результате вот этих накопленных знаний и жизни через чувственно-интуитивную форму взаимодействия. Люди, которые живут в словесных описаниях, они будут все время искать какие-то провержения, в каких-то текстах, это сказал то, это сказал то, а Маркс сказал это, а Ленин сказал то и так далее. В этих текстах я вычитал вот это, но это не ваше знание. Ваше знание, когда вы это все переживете, которое вы пропустите через себя и сможете объяснить, может быть, подобными словами, понятными для вас и подобными для других людей. Для этого не нужно изучать какие-то конкретные, их нужно, вернее, изучать, но они должны быть толчком для вашей мысли, для вашего проникновения в суть. То есть, та самая медитация должна возникать не как составление и набором каких-то конструкций, которые вы себе создали и приняли их как на веру, потому что они авторитетами были сформированы, да, а авторитетом является в йоге это вы сам, ваша суть, ваша природа. И если вы освоили технологию йоги, то авторитетов нет. Есть, как бы, те люди, которые, или там какие-то знания, которые резонируют с вами, можете сходить в этот поток, перемещаться с ним, и определять для себя, подходит он для вас в данный момент, для вашего уровня сознания, или не подходит. Пока еще не может быть не время, потому что не подготовилась какая-то база, платформа для того, чтобы воспринимать какие-то вещи. Поэтому нужно принять пока вот этот факт. Даже вот это уже хороший шаг к экологичности отношений в мире йоги. То есть, понимание, что йога, к сожалению, сейчас настолько, или к счастью, не знаю, как это так, как факт, она существует, как много-много разных слоев, много маленьких подразделений, разделений, которые находит каждый для себя своего почитателя, своего понимателя, который понимает именно вот тот уровень, и для него сейчас это становится частью его жизни. Ну, дай бог, чтобы все-таки эти какие-то осколочки йоги, они как бы все-таки ввели к сформированию целостности, да, то есть расширению неограниченности, которые человек там, вот в гамак он залез, или в баню йоги там залез, все это вот в наше все, больше нам ничего тут не надо. Вот это там начинается свое эго развивать и так далее. Вот я там асаны делаю, и вот смотрите, как я могу. Это все как бы детский сад на самом деле, потому что именно с чего мы начали, йога – это прежде всего трансформация, управление сознанием. И вот сознанием от той грубой формы, которую мы имеем в себе, как раз она-то и нас заставляет идти вот в эти отдельные маленькие образования, которыми мы соединяемся, соединяемся с ними, находим для себя там какие-то удовольствия, самозначимости и так далее, и так далее. А потом дальше вот, ну, потом это надоедает, мы меняемся на следующий какой-то уровень. Вот это самое понимание уже делает хороший шаг в том, что да, я принимаю. Вот у меня была, вернее, есть ученица, которая, пройдя вот эти вот курсы раджа йоги выше, ну, там, ее увлекла вот эта вот технология движения и так далее. И потом говорит она, я же еще молодая, она создательно понимает, мне хочется это. Но она понимает, что я к этому приду, вот к тому, что сейчас я ей училась, обучалась, но вот мне сейчас надо вот это пройти, потому что мне это пока интересно. То есть это очень хороший критерий того, что человек будет двигаться, развиваться. То есть он признает и формирует, что да, сейчас на данном этапе, ей это пока интересно, и она вот что-то в этом должна найти. Понятно, что через какое-то время придет и к этому, но эти знания не пропадут. Она как бы посеяла зерно, и они вырастут. Вот, поэтому, ну, начинать иногда с высших планок, если позволяет хотя бы интеллектуальная составляющая предпосылки душевные какие-то, духовные, то, в принципе, это хорошо. Даже не совсем понимая, но потом можно будет всегда к этому дойти, то есть когда есть какой-то критерий или там точка отчета, на которой дальше будет равняться наша дальнейшая жизнь. Спасибо за внимание. Есть о чем подумать. Спасибо.